Здравия, друзья! С вами я, Шевченко Александр, и очередное видео по улучшению качества жизни от Академии Счастья. Сегодня поговорим про интуицию. На самом деле это то, что человек каждый чувствует в какой-то момент, что вот может быть это сейчас произойдет, или бывает даже так уверен, а вот сейчас произойдет именно это, и это и происходит. Если говорить про дизайн человека, то интуиция есть у определенных людей, у которых определен центр интуиции. Но у каждого человека, вот наверняка вы сами чувствовали у себя, что вот такое происходит, что бывает как бы предсказываешь будущее, да, и чувствуешь, что вот сейчас это произойдет. И многие люди это дадутся вопросом, а стоит ли доверять интуиции? Это так же, как и тот же вопрос, который обсуждался на прошлом видео, стоит ли доверять себе? Потому что интуиция это тонкое чувствование, тонкое чувствование момента, который вот прям наступает как следующий после настоящего. То есть мы еще не знаем, не уверены, что произойдет, но чувствуем это. Вот сейчас позвонит мне мой друг Петя, Вася, и раз, и этот звонок происходит. Можно так предчувствовать очень многие события. И когда человек действительно доверяет себе, доверяет интуиции, то вот это чувствование реализуется в нечто большее. То есть реализуется в то, что человек проживает жизнь согласно своему внутреннему авторитету. То есть особенности у того, у кого он связан с интуицией. Когда ты понимаешь, что вот тебе важно доверять этому чувству, которое ведет себя, тебя по жизни. И многие люди, они как бы это чувство блокируют. То есть они чувствуют что-то, но блокируют и говорят, нет, нет, это что-то странное, я не буду этому доверять. Это какая-то фигня, то есть мне это не нужно. Им пытаются включить ум и мыслить логически. И опять же попадают в странные нелепые ситуации, которые могли бы с ними не случиться, если бы они доверяли интуиции. Вот просто проведите эксперимент, практику, попробуйте один день чувствовать, доверять своей интуиции. То есть если вы чувствуете, что вот сейчас важно поступить так, просто возьмите и сделайте это. И посмотрите на результаты, которые произошли с вами. И потом можете даже их сравнить с теми результатами, когда вы поступали не в соответствии с интуицией. То есть когда вы, например, чувствовали, что там, не знаю, не нужно идти на это мероприятие, а шли и там происходили какие-то неприятные вещи, то есть вы получали разочарование или какие-то неприятные эмоции. То есть это все происходит и каждый человек рано или поздно чувствует это. То есть он чувствует, когда он поступает в соответствии со своим внутренним авторитетом, а когда нет. И то есть поэтому люди и отличаются по степени чувствования и по тому, насколько они прислушиваются к себе. Каждый человек может это. То есть вы можете в себе развить эту чувствительность. Самое главное это не стопорить ее, не блокировать, не подавлять. И вот когда я провожу человеку процессом, то есть помогаю ему погрузиться в прошлое и восстановить те случаи, которые произошли с ним в прошлом, поэтому мы как раз и убираем те суждения, которые блокируют поток у человека, блокируют его интуицию, блокируют его способность коммуницировать с самим собой. И что происходит? Человек все больше и больше чувствует себя, то есть он больше чувствует, как ему поступать правильно по жизни, то есть что ему делать, а что не делать. И вот тогда у него восстанавливается именно вот это тонкое чувствование и жизнь в потоке. Каждый человек может жить в этом состоянии. Вот когда вы проведете эту практику, опишите, что у вас получилось и направьте мне или в комментариях к этому видео, или мне в личные сообщения, потому что все мои контакты будут указаны под этим видео. И вы, проведя практику, почувствуете, что что-то начало меняться в вашей жизни. Если вы введете практику вот такого чувствования и делания того, что чувствуете в вашу жизнь, то вы будете идти по своему жизненному пути. Потому что, как говорят, у каждого свой путь, но не каждый человек идет по нему. И вот когда вы восстановите движение по своему пути, вы будете идти по пути к большей духовности, осознанности и счастью. А если у вас, например, появились какие-то вопросы или что-то непонятно, хочется узнать больше, то пишите мне тоже в личные сообщения, и я проведу вам бесплатную консультацию, где мы пообщаемся, и я расскажу гораздо больше, и вы сможете получить первые результаты, возможно, которые помогут вам запустить жизненный процесс трансформации или увеличить, ускорить его. Вот. На этом, друзья, на сегодня все. Я вам желаю счастья. Ставьте «нравится», подписывайтесь на мой канал, делитесь этим видео с друзьями, и смотрите мои следующие видео, они сейчас появятся перед окончанием. Всего доброго!